Сейчас я вам расскажу о самой лучшей программе для записи игровых видео. Почему лучшая программа? Во-первых, ее не нужно взламывать. Она распространяется бесплатно. Это Free Open Source софт, то есть распространяемый бесплатно и его не нужно ломать. Программа хороша тем, что она потребляет очень мало ресурсов и заточена непосредственно под игры. Когда вы ставите обычную программу для записи видео со своего экрана, обычно это десктопные программы, которые заточены только под то, чтобы записывать рабочий стол либо какие-то ваши действия в компьютер. И когда вы запускаете игру, компьютер начинает жутко тормозить. То есть программа берет очень много ресурсов, она плохо оптимизирована. А вот наша программа OBS Project.com или просто OBS, она заточена непосредственно под игры. Итак, чтобы установить нам эту программу, нужно набрать в браузере OBS Project.com Выходит главный сайт, сайт разработчиков. Жмем Windows 7.8 И скачиваем ее. Все просто. Никаких заморочек. Наша программка скачалась. Вот она у нас. Устанавливаем ее. Нажмем Next. Игри. Ожидаем окончания установки. Как видите, она очень быстро установилась. Нажимаем Finish. Программка сейчас запустится. Сама. Итак. Перед вами меню программы. Давайте займемся ее настройкой. Жмем настройки. Выбираем русский язык. Нажимаем вкладочку значок в трее, чтобы она у нас показывалась вот здесь, чтобы мы могли не управлять, когда нам нужно будет. Отображать курсор на проекторе. Нужен вам курсор мышки, либо нет. Мне, например, нужен. Поэтому я хочу, чтобы он отражался, и поэтому оставляю эту вкладочку. Так, кодирование. Сохраняем изменения, которые мы сделали в этом окне. Программа каждый раз будет спрашивать, хотите ли вы сохранить изменения. Жмем, да. Итак, кодирование. Сейчас выбран кодек X264. Это очень хороший кодек. С самым лучшим на сегодняшний день качеством записи. Постоянный битрейт. Качество. Лучше оставить все по умолчанию. Здесь можно выставить 2000. Чтобы качество видео было очень хорошим. Кодек. MP3, либо ACC. Но если вам нужно посредственное качество записи, ну как скажем, посредственное, относительно хорошее, достаточно хорошее, можете поставить, поставить MP3 и 128 бит. Если вам нужно очень высокое качество звука, то ставим 320, либо 256 бит и обязательно кодек AAC. Так, с этими настройками мы разобрались. Идем дальше. Трансляция. Прямой эфир, либо локальная запись. Прямой эфир означает, что вы можете транслировать вашу запись непосредственно в интернет, либо по сети. Эта программа единственная, наверное, в своем роде, которая позволяет это делать из бесплатных. Таким функционалом обладают только платные продукты. В данном случае нас интересует только запись видео на наш компьютер, непосредственно самой игры. Поэтому мы выбираем локальная запись. Обзор. Место, куда вы хотите сохранить все ваши записи. Например, мои документы в видео. Как будут называться все ваши файлы. Например, игра. Игра. Сохранить. Игра 1, игра 2, игра 3 и так далее. Так. Видео. Выбирайте видеокарту, которая будет производить захват видео. В моем случае это интегрированная, либо отдельная видеокарта. Лучше выбрать отдельную видеокарту, так как встроенная карта, как правило, не очень мощная. Кадров в секунду. Если у вас хороший, мощный компьютер, желательно ставить 60 кадров в секунду. Обязательно, чтобы ваше видео было красивым и плавным. Но, если у вас компьютер не очень мощный, то вы можете поставить 30 кадров. Слишком большой разницы между 60 кадров и 30 кадров вы не ощутите, но 60 предпочтительнее. Давайте поставим 60. Аудио. Каждый раз вы нажимаете сохранить. Аудио. Устройство воспроизведения. Нужен ли вам запись с микрофона? Либо вы хотите записывать сам звук с игры? Выбирайте вот здесь. Эти функции. Если вы хотите, чтобы запись была с микрофона, выбирайте микрофон. Если вы хотите, чтобы записывался просто звук, оставляйте все как есть, по умолчанию. Задержка. То есть, насколько звук будет отставать от видео. Здесь стоит оптимальная настройка, ничего трогать не нужно. Усиление микрофона. Вы можете усилить свой микрофон. Это максимальное значение. Если вы хотите сразу и играть, и записывать свое видео. Горячие клавиши. Начать запись. Допустим, F1 кнопочка. Для того, чтобы изменения вступили в силу, вам нужно будет выбрать английский язык. F1 не работает, поэтому пусть это будет Ctrl-A. Остановить трансляцию. Ctrl-Z. Начать запись. Это речь шла об трансляции. Сейчас речь пойдет о записи. Допустим, это Ctrl-C. Нет, даже. Ctrl-X. Остановить запись. Ctrl-N. Ну, вы можете выбрать любую комбинацию клавиш. Какую вам будет удобно. Я назначил просто так. Потом переназначу. Просто, чтобы продемонстрировать, как это делается. Расширенные настройки. Нагрузка на процессор. Лучше оставить на таком значении. Но если компьютер будет тормозить после того, как будет идти запись. Напомню, что программа оптимизирована. Но если даже у вас настолько слабый компьютер, что даже эта программа будет тормозить при записи видео. Тогда ставьте низкий приоритет процесса. Вот. И здесь настройку кодека, который будет записывать видео, устанавливаете как UltraFast. Но программа нас предупреждает, что в этом случае качество записи видео может ухудшиться. Вот. Поэтому лучше оставить по умолчанию. А еще лучше, если у вас компьютер позволяет поставить Medium. Вот. Что я и сделаю. Эту вкладочку мы трогать не будем, так как у нас этот кодек сейчас не выбран. Он у нас не стоит. Гейт. Будет вырезать вам шум от микрофона. Если вы ничего не будете в него говорить. То есть места, которые заполнены тишиной, он будет вырезать там шум. Советую оставить по умолчанию. Все. Наша программа почти настроена. Теперь здесь нам нужно указать источник видео. «Добавить». Добавить. «Игра». Название игры. У меня сейчас запущена игра. Вот она у меня. Я должен выбрать ее. Что за игра. Захват по горячей клавише. F10. Вы можете настроить также гамму. То есть яркость. Можете посмотреть вот эти вот настройки. Захватывать мышку. Но лучше сделать вот так. Либо программа сама захватит игру, когда она включится. Либо вы можете сами захватить видео. Сцена. Добавить сцену. Сцена номер 2. В этой сцене у меня, как видите, игра. Во второй сцене я могу добавить рабочий стол. Чтобы записывать сам непосредственно рабочий стол. Как вот я сейчас делаю. Выбираем сцену 1. Начать запись. Вот. И видите, вам даже не нужно входить в игру. Она сама записывается. И когда вы войдете в игру. Вот. Высокая нагрузка на процессор. При кодировании. Уменьшите качество в настройках. Программа нас предупреждает. Но я на это внимание не обращаю. У меня, как видите, ничего не тормозит. Игра пишется. Все замечательно. Давайте я выйду из игры. Остановить запись. Идем в то место, где у нас было указано, чтобы сохранялись все наши видео. Вот. Вот наше видео. С указанием даты, времени записи. Вот. И видите, вам даже не нужно входить в игру. Она сама записывается. И когда вы войдете в игру. Высокая нагрузка на процессор. При кодировании. Уменьшите качество в настройках. Программа нас предупреждает. Но я на это внимания не обращаю. У меня, как видите, ничего не тормозит. Игра пишется. Все замечательно. Как видите, видео записано. Мы добились чего хотели. Единственное, что я сейчас, наверное, поставлю нагрузку на процессор поменьше. Потому что у меня одновременно пишут сейчас две программы для записи. Поэтому нагрузка у меня очень большая на процессор получилась. Пусть это вас не смущает. Так что всем пока. Пользуйтесь замечательной программкой. Пишите игровые видео. Делайте обзоры. Всем пока.